меня зовут дмитрий пановарев мне 17 лет родом я из москвы активно путешествую по россии более трех лет вести на данный момент 59 регионов россии и 6 стран это беларусь монголия и и четыре страны средней азии про которых я сегодня вам расскажу лекцию это казахстан киргизия узбекистан и таджикистан сами по профессии школьник и путешественник действительно вот в основном перемещаюсь я автостопом на попутном транспорте на поездах автобусах и прочих видах перемещения сегодня я вам расскажу про один из самых доступных близких по расстоянию дешевых и простых для освоения регионов мира именуется он средней азии также часто называют и центр и центральной азии тоже я не только расскажу про свое путешествие я тоже расскажу вам полезную практическую информацию про то как туда попасть как там жить как оттуда выбраться это перед вами карта средней азии сразу скажу что в среднюю азию в этот регион входит традиционно пять стран это казахстан киргизия узбекистан таджикистан и про одну страну туркменистан я сегодня вам не к сожалению буду рассказывать так как я в ней не был у нас не везде а температура одинаково есть если мы берем горные страны а это киргизия таджикистан где горный массива покрывает около 80 процентов площади их территории стран то как мы знаем из уроков географии с каждым километром вверх у нас температура понижается на 6 градусов также и работает здесь чем выше вы поднимаетесь горы тем температура понижается и тем комфортнее она переносится но также хочу вам предупредить что наверху на первых всяких горных таких же странах могут даже встречаться снега и всякие прочие холода поэтому к ним надо тоже готовится третье деньги но да надо есть в каждой стране а своя определенная валюта про который я непосредственно расскажу во время наших перемещений четвертое язык а в целом с языком в данном регионе все донки просто а в целом никаких то больших проблем с использованием нашего родного русского языка там нету но надо помнить что с каждым получается страной на юг чем дальше мы спускаемся на юг тем хуже наш язык знает поэтому если у нас казахстане язык русский еще бы почти все понимают то например таджикистане уже с этим могут возникнуть сложности надо помнить что вообще все эти страны за исключением туркменистана является для нашего паспорта безвизовыми также я напомню что на вообще для нашего красного российского паспорта есть ряд привилегий так можно поехать в 4 и даже немного больше стран исключительно с ним даже не не беря с собой в руки загранпаспорт я напомню что это страны беларусь армения и две страны средней азии казахстан и киргизия также поскольку мы говорим о страны бывшего советского союза одних осталось такое небольшое юридическое наследство от советского союза это регистрация так в без регистрации можно находиться в казахстане до 90 дней есть мы будем про киргизию то можно до 60 дней в узбекистане до 15 дней без регистрации а в таджикистане можно находиться до 10 рабочих дней и допустим если вы являетесь несовершеннолетним человеком как например я нам нужно брать еще доверенность собой существует два типа доверенности по которым можно покинуть территорию россии первое можно оформить доверенность на другого человека и формально можно с ним за ручку приехать на программ переход и свободно пройти границу так я приходил получается границу монголии и белоруссии без каких-то помех а также есть еще второй вариант доверенности можно оформить до доверенность по которой вы являетесь уже полностью свободным совершеннолетним самостоятельным человеком и там указан список стран по которым вы можете спокойно перемещаться как раз таки путешествия по средней азии я использовал взял себе второй вид такой доверенности по которой я мог буквально свободно перемещаться направо и налево и действительно я эту справку получается взял с собой доверенность от нотариуса но правда использую ее только один раз когда въезжал в сам регион то есть выезжал за пределы россии и больше ее нигде не использовал то есть между казахстаном киргизии с этими другими n-ными странами и и вообще не использовал и даже когда я возвращался обратно россию мне тоже не спросили но если вы являетесь несовершеннолетним человеком вам и имеет конечно тоже полезно и так мы собрались в середине июля в городе самара и нас было 6 человек и мы направили свой взгляд в сторону казахстана и получается мы сразу направились на автобусе на программпереход и принципе его пройти было довольно легко и мы въехали в страну казахстан казахстан эта страна плоская она как блин и причем она очень большая по полу по площади она занимает девятое место по площади в мире мы как раз и въезжаем самый западный город казахстана уральск и краски в городе уральске мы начинаем решать первые вопросы как раз ки горе поговорим о деньги главной денежной валютой казахстана является тенге 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 на данный момент и курс таков в одном рубле 5 тенге что довольно таки нормально также кстати интересный факт есть про эту валюта во время татар монголского ига на нашу россию в русский язык попал слово тенге которое будет спустя столетия преобразовала знакомое на слово деньги вот такой вот интересный факт а в уральске мы как раз и мы поселились в гостях у нашего хорошего коллеги друга тоже активного путешественника александра синельника сам он является очень активным и интересным путешественником посетил большое количество разных пустынь сплавлялся на множество разных рек морей в общем является таким прям очень сильным интересным человеком и он скоростки всех нас приютил в городе уральске в его родном городе мы посмотрели город ну и также мы занимаемся какими прочими вопросами мы меняли деньги меняли сим-карты как мы это обычно делаем когда въезжаем какие-то страны мы даже направились в на поезде уже в столицу казахстана ими который именуется астана вот мы купили получается билеты на главном получается пассажирском перевозчике железнодорожном казахстана который именуется тимир жалы там принципе билеты они намного дешевле сравнение с ржд но главное их надо брать заранее потому что билеты имеют свойства кончатся особенно в летний период когда люди активно перемещается из . в точку б поэтому берите их заранее всегда и тогда вы сможете донки до небольшую стоимость прокатиться из-за по казахстану раньше еще сто лет назад на этих землях наше советское правительство поднималось или ну и город также имена получил название целеноград но потом у нас советский союз развалился а столица которая раньше располагалась самым крупном городе казахстана алматы перенеслась вглубь казахстана а так обычно дело странно чтобы развивать не только самые такие промышленные промышленно развитые регионы своей страны но и также и другие более глухие части тоже так столица перенеслась в город астану и город сразу начал просветать здесь появились разные небоскребы новые дома а старые дома даже начали облицовывать в новый камень из-за чего они начали смотреться очень интересно так и смешно хотя на фасаде такие новая плиточка все красиво а сзади обычно такие же пятиэтажки так знакомые нашему глазу и так вы немного погуляли по астане посмотрели разные такие интересные небоскребы большие проспекты здесь появились вот в городе сана нас принял наш хороший друг и коллега камиль дальше мы переместились в такой небольшой городок может быть ему будет не очень интересный это город получать караганда может кто-то про него слышал за счет того что у него есть такое интересное смешное название ну а так город является центром добычи угля и прочие разные руды и так он больше такой похож на типичный промышленный город а мы двигаемся дальше в один из самых интересных и крупных городов не только достала но и средней азии в целом это город алматы здесь уже не такие встречаются по плоские равнины где нету ни деревьев ни кустов а уже открывается нашему взгляду горы высокие здесь разные горнолыжные курорты и в том числе это город алматы вот население алматы превышает даже 2 миллиона человек здесь есть даже свое метро вот вот так вот она выглядит его кстати построили не как это обычно бывает при советской власти а уже в новое время его построили китайцы на заданки быстрый срок там сейчас есть одна действующая линия вот которым мы даже прокатились и даже станция москва с такими интересными красными зубчиками а здесь есть даже разные канатные дороги есть стадион например мидео это уже мы говорим про горную часть если мы отъедем от города алматы чуть дальше в горную местность и в общем там даже плотины есть разные национальные парки в общем очень много чего интересного вот так даже проходит канатная дорога сквозь гаражи так тоже бывает и вот так вот мы проехали весь казахстан напомню что мы въехали в город уральс который располагается в этой зоне проехали по железной дороге по до вас города сана пересекли доехали до караганды и уехали потом в алматы как раз ки он здесь и находится самым таком восточном углу страны что могу сказать про казахстан страна очень большая очень плоская мидонки много интересных городов и что касается языка то там принципе каких-то проблем я лично не встретил язык там понимают русский почти все и каких-то очень-таки больших различий между россией казахстаном я лично не заметил хотя конечно это можно уследить и принципе продукты стоят примерно такую же стоимость мы визжаем следующую страну которая называется киргизия вот так были киргизия она уже странно-горная а как я и сказал в начале лекции казахстан киргизию и таджикистан покрывает в основном горы который краски и покрывает почти всю площадь их страны главной валютой киргизии является киргизский сом курс на данный момент таков 1 рубль равняется одному сома запомнить очень легко вот и краски имеют такие интересные валюты с такими интересными бородачами вот можете посмотреть вот как я и сказал уже мы появляемся в горах и мы участвуем сначала на север а страны пересекаем бишкек а столицу казахстан киргизии и перемещаемся в главную жемчужину наверное а всей страны это озеро иссыкуль это может похоже наш байкал такой же огромное интересное правда поменьше размеров она примерно 75 километров на 120 километров поменьше чем байкал но и вода там конечно не питьевая она соленая но а так сам мы туда переместились на его берега чтобы на юге одного из берегов сделать такой интересный проект как лесной трезвый сход что это такое а это когда мы заранее определяем определенную местность и туда созываем путешественников обычно они русскоговорящие но иногда присоединяются разные иностранцы это мы делаем для чего для того чтобы интересно провести время поделиться интересной информацией кто-то расскажи про то как он ходил допустим поход пеший папу таране то скажи как он ездил на мотоцикле по южной америке тот расскажет какую-то другую практическую интересную информацию и так люди делятся знаниями рассказывают лекции сами мы живем в палатках готовим еду на костре и вот так вот интересно находим в разные радиальные маршруты по местности вот так выглядит на закатное озере с и куль рядом на южном берегу имеются разные каньоны по которым тоже можно ходить и любоваться ими вот например это каньон сказка располагался спрят недалеко от нашего места схода тут есть такие интересные скалы солнце тут уже шпарит где-то около плюс 35 может кому-то интересно что нас питьевой водой то на самом деле питьевая вода там есть она просто находится в специальных родниках которые нужно поискать около озера а дальше мы направились в восточный город который располагается вот в сам восточной части а киргизия это город каракол раньше он назывался город пржевальск и дали ему именно такое неспроста дело в том что действительно наш российский путешественник а николай пржевальский очень много раз приезжал не только через каракол и принципе очень много изучал не только средней азии но и китай монголию прочие разные местности и в очередной раз 1888 году такую интересную дату он отправился в очередное путешествие в сторону тибета по ездил как разки с помощью часть через киргизию и попил речки воды из местной речки чу отравился ибо прошел весь исекуль и к сожалению скончался в этом городе и краски в честь его и на какое-то время обычно это в основном это были царские времена город носил имя пржевальска но потом он переименовался обратно в старое название каракол вот здесь есть а такой небольшой музей посвященный путешественнику здесь есть разные портреты глобусы разные прочие интересные объекты и сама могила в том числе тоже имеется вот а так сам город каракол он довольно таки простой город в основном его любят разные альпинисты которые используют его как базу как добирание до разных гор которые здесь имеются например здесь проходят хребты тяньшань такой гугл такие горные массивы а мы перемещаемся на север здесь находится небольшой городок чуполота это такой местный сочи а здесь это самый наверное курортный город киргизии здесь располагается аэропорт который именуется иссыкулем суда пролетает довольно-таки большое количество рейсов из россии из других стран и в даже возможно может быть некоторые ваши знакомые туда летали или нет на отдых здесь вода прогревается донки хорошо и здесь еще даже советских годов остались донки большое количество разных санаториев разных других а пансионатов и здесь действительно боже большое количество народу купается и загорает вот здесь есть разные горы есть тоже есть по всему городу висят разные рекламные афиши ой возьмите тур в одну гору сидите в одну долину потом возьмите другой тур в другую долину такого там тоже много а мы возвращаемся обратно в главный город киргизии столицу бешкек а в бешкеке проживает один миллион человек и погуляв немного по городу мы поняли то что бешкек как и вообще в целом сама киргизия наверное одна из самых таких советских стран средней азии ну просто за последние 30 с чем-то лет там почти ничего не поменялось как так назывались раньше проспекта так они и именуются до сих пор какие-то новые дома уже возникают редко только наверное последнее время на крайне бешкека начали возникает какие-то большие небоскребы а так в основном как жизнь текла 30 лет назад так и все продолжается единство что флаги поменялись разные президенты появились а так целом все осталось и так же в бешкеке в отличие от алматы например нету метро там основном все передвигаются на автобусах и либо на троллейбусах есть кстати в киргизии как и в казахстане тоже железные дороги правда они находятся уже в довольно печальном состоянии так например таких полноценных киргизских железных дорог не существует они вас они являются до дочерней компании ржд и там по это все пару поездов к нам в россию помда саратова и до волгограда а уже непосредственно в киргизии ходит только одна какая-то бедная электричка в сторону озера иссыкуля до города былыкчи это он там ходит с каким-то большим опозданием непонятно какое-нибудь там расписание очень к сожалению для железные дороги там развалились но надеемся что они также будут просветать какие-то все остальные страны тоже тоже к сожалению в отличие от казахстана там железные дороги немного упали в этом плане но от нас в бешкеке нас отвалилась еще трое человек они покинули территорию киргизии и уехали обратно в россию потому что им надо было работать а нас осталось получается четыре человека и краски мы в такой компании начали дальше уже передвигаться не на общественном транспорте а автостопом а поехали мы уже в южную часть киргизии через одну из самых живописных интересных дорог киргизии а бешкек-ош вот она краски про хочет самые разнообразные рельефы сначала нам встречаются такие горные массивы такие горные дороги вот например такие вот еще туннели встречаются мы стоим на пробке вот такие разные тут есть каскады в общем очень интересно живописная дорога сначала проходит через горы а потом мы оказываемся в таких небольших равнинах здесь уже пасутся разные коровы и потом мы перемещаемся в небольшую по таким степям в тартагульское водохранилище на реке нарын и принципе виды здесь действительно очень интересны так мы попали в город ош это по сути дела второй город киргизии по населению и по значимости нас в городе приютил наш хороший друг муслим сам он является религиозным проповедником и вместе своей большой семьей который он живет в центре города в небольшом одноэтажном доме он от всех приютил в себе в гости и оставив него вещи мы начали изучать этот город город уж кстати металлунки интересную особенность прямо посреди этого града располагается огромная гора в то находится музей там также и смотровые площадки на которые мы краски сейчас заберемся и оттуда видно прекрасно весь город как вы наверное можете заметить то что город а уж он на самом деле такой очень плоский если мы его сравним с особенностью астаной где очень много разных многоэтажных домов небоскребов то здесь почти нету каких-то высоких зданий и действительно город он в основу растет не ввысь как это обычно бывает а в на плоскости в разные стороны и за счет еще сейсмические активности которые здесь довольно-таки часто бывает и дома бывают очень сильно трясет поэтому здесь особо не строят высокие здания и город растет так вдоль долины также мы посетили один из самых таких тоже таких действительно достопримечательностей города уж это ужский базар по которым можно реально гулять несколько часов так там можно встретить самые разные продукты всякие лепешки орехи всякие арахисы всякие другие арбузы дыни прочие разные вещи может не только не только продукты встретить но и разные там текстиль всякие шапки национальные и прочие вещи в общем очень интересная вещь вот у нас завершится поездка по киргизии а вот мы получается для справки выехали из город из кастана в город бешкет быстро добрались до иссыкуля здесь мы сделали на южном берегу а сход путешественников потом стиле город каракоу чипалата потом мы вернулись обратно в бешкет и через городок карабалта по этим всем интересным горам и равнинам через город джалабад в город уж здесь всем въезжаем в новую страну узбекистан вот такой флаг развивается вот узбекистан это уже страна не горная как было раньше в киргизии она плоская здесь в основу горы конечно имеются они имеются здесь на юге немного там но в основном страна представляет собой бескрайние по пески степи и иногда 10 появляются разные города а в основном а народ на самом деле констрируется в этой как я сказал выше аферганской долине здесь же большинство как бы самое большое количество населения всего узбекистана валютой узбекистана является узбекский сумм на данный момент курс стаков в одном рубле 135 сумм и когда мы поменяли деньги в городе одиджан мы сразу стали миллионерами вот поэтому и вообще все цены в узбекистане они имеют данки больше количества нулей поэтому их иногда даже не пишут потому что всем понятно что допустим эта сумка стоит не 5 рублей опять тысяч вот поэтому надо внимательно смотреть на на ценах вот бумажки боя самые такие разные и вот мы уже въезжаем из города уж в ферганскую долину и когда мы туда приезжаем на нас сразу опускается огромное солнце который наш наш парит наши головы с температуры плюс 40 плюс 45 в общем уже стал донатки жарко это краски признак того что мы покинули горную страну и въезжаем в такую равнинную страну где у нас солнце уже полностью себя проявляет вот и как раз кем и в городе одиджанде это самый восточный один самых крупных городов ферганской долины мы к непосредственно краски меняли сим-карты как мы это обычно делали а минимум валюту и знакомиться со страной в город одиджан он имеет данки интересную такую историю там располагать в основном да он таки много уже таких новейших домов а есть конечно и старая архитектура находится обычно центре города есть также огромные такие проспекты которые пронизывают почти весь город и по которым перемещается такие разные машины кстати интересный факт про машины в узбекистане в основном они представлены в виде марки chevrolet почему это так а на самом деле все очень просто дело в том что в узбекистане находится генеральный завод этой марки chevrolet и краски почти по статистике примерно 90 или 80 процентов всего автопрома в узбекистане принадлежит этой марки а так традиционно у нас центре города располагаются разные базары интересные где можно купить всяких специй соусов всяких орехов вот например такие горы арахиса наверное городе казани вы такого даже не встречали а там это в принципе можно встретить почти в каждом городе разом там всякие другие продукты этом первоместная столовая такие наверно тоже можно не встретить в казани такой редко весьма появляется а тут тоже обычное дело вот и мы как раз решили избрать несколько городов которые мы хотели посетить ферганской долине 1 г как и сказал это город одиджан следующий мы хотели посетить город кокант и перемещаясь по ферганской долине мы заметили это то что действительно ферганской долине живет он таки большое количество людей а значит и плотность населения большая почти все города они по сути дела склеены в едино и когда перемещаешься из города в город а ты по сути у тебя и складывается ощущение что даже из него не выезжал у тебя постоянно окружается всех сторон разные деревни а и постоянно кто-то рядом живет почти нету места куда я бы купать но мы переезжаем следующий город кокант может кто-то слышал раньше что как он был центром великого коконского ханства существовал по в прошлом веке но за его завоевал большое количество соседей но потом пришла вышли в большевики и прочие разные неприятности и она рухнула но дворец где раньше сейчас сидел и руководил всей этой огромных ханством таки остался но правда здесь уже находится местный музей вот так дворец остался в таком интересном стиле есть также а в узбекистане такого особенно любимый их автомобиль это автомобиль марки шевролет дамас его в основном используют как маршрутку которая и таких машин можно встретить на улице реально сотни если не тысячи они как мухи перемещается по всему городу переводят а там буквально четырех пяти человек используя и как такси но действительно люди ими пользуются они еще и дешевые поэтому их можно встретить больно везде я их даже прозвал узбекскими тук-туками вот как она по аналогии с индийскими тук-туками поэтому их да он тем очень много их про можно встретить и прям везде вот это прощать один из фрагментов центра города как ант есть разные такие небольшие а участики резиденции раньше там жили разные шейхи там был них там месяца сады разные прочие музеи достопримечательности вот мы по ним тоже походили а потом пришло время уходить из ферганской долины и мы направили свой взор в сторону столицы узбекистана города ташкента ферганская долина по сути дела зажата среди находится между гор которого принадлежат то таджикистану киргизии и сообщение с большой землей то есть а главный эпицентром страны узбекистана в краске проходит из маленького бутылочного горлышка между этими странами в горном массиве туда в основном не ходит общественный транспорт потому что там еще остались такие советские нормы по высоте может кто-то знает что в советские годы не общественный транспорт не ходил выше определенной точки а там такой же и сохранилась поэтому местные люди что переместиться из ферганской долины в ташкент используют либо железную дорогу которая там недавно построили относительно лет 30 или 20 назад либо они используют такой автостоп но того уже платный а и поэтому когда мы там начали тоже хотели преодолеть это расстояние по супу то мы встретили большое количество разных а псевдо таксистов которые требовали от нас разные деньги фулюсы вот но пришлось так вот за деньги съездить это сцене но сам был донки интересно потому что дорога сама по себе такая же очень интересно как дорогах я рассказал раньше а бишкек уж поэтому по ней тоже можно интерес прокатиться он тоже такая живописная и очень интересно и мы приезжаем в самый крупный город средней азии и столицу узбекистана город ташкент я когда в него приехал то сразу подумал что я приехал свой родной город москву почему это так дело в том что 10 там есть очень много разных сквоз таких небольших но все же есть например в ташкенте есть тоже свое метро и она довольно таки больше чем в алмате было а то например целых и даже четыре линии и своя такая небольшая кольцевая линия есть например свой ташкент сити по аналогии с нашим москва сити есть разные тоже такие большие проспекты есть донки в побольше уже разных иномарок здесь уже такие мои любимые узбекские тук-туки встречается уже реже если вообще город такой зеленый интересный современный поэтому я вот так и показалось вот так он интересно и выглядит а но на самом деле почему как-то странно видит в таком оказалось бы древнем городе ташкенте который мы знаем еще с древних времен такие большие проспекты откуда они там взялись дело в том что ташкент очень сильно пострадал от землетрясения 1988 года и по сути дела весь центр города с такими типичными для этого региона узкими улочками всякими такими маленькими пространствами небольшой малоэтажной застройкой он к сожалению был разрушен и на его месте построили уже новые такие высокие здания сеги административные центры есть также еще главная площадь на которой располагается главный памятник амиру тимура это и главное такой национальный герой великие правители создатели даже частично узбекской нации языка очень очень почитаемая личность и краски ему в основном и ставятся памятники в разных городах по узбекистану мы отправились дальше путешествовать по другим городам узбекистана и мы направили свой взором в сторону самарканда мы выехали получается также планирую выходить автостопом из ташкета но столкнулись тоже проблемы что нам на пути постоянно появлялись разные такие-то таксисты и повозили нас за деньги но чтобы поделать такова наша судьба но мы перемещаем переместились город самарканд это главная площадь самарканда регистан это типа на подобие нашей красной площади здесь находятся три главных медресе медресе это если вы простыми словами школа ислама где но сейчас они непосредственно они не действуют они являются музеями в которой мы краски сейчас и попадем но хочу сказать такую небольшую особенность которую вы столкнетесь в узбекистане возможно других странах тоже что почти все понятное дело достопримечательности являются платами но в узбекистане есть такая особенность что они стоят каких-то ну прям больших денег вот и к сожалению даже например чтобы пойти в регистан просто погуляя пофотографируя по самым разные достопримечательности нужно заплатить ну даже несколько тысяч рублей поэтому мы сделали такую вещь мы решили организовать лекцию в самарканде и через определенные связи нам удалось ее организовать в самом регистане куда мы краски прошли бесплатно как организаторы лекции в том числе и сами участники тоже мы не только провели саму лекцию но и потом вечером погуляли по саму зданию благо но очень интересно такое многогранное вот потом когда вечером солнце уже скрывается за горизонтом открывается такая интересная подсветка вот и так вот преобразуется наш ригистан по которому очень интересно гулять вот также его помимо регистана самарканде есть конечно другие достопримечательности в основном тогда те же самые медрассе всякие другие старинные кварталы все же самарканду он очень древний город ему несколько тысяч лет Он, как и у Ош, раньше располагался на одном из отцветлений Великого Шелкового Пути, и через него проходило довольно-таки большое количество разных караванов с верблюдами, и даже до сих пор проходит довольно-таки большое количество разных товаров, в том числе и из Китая, и из других стран. Также есть еще, хочу отметить, еще один город, который находится в Узбекистане, также очень славен среди туристов, это город Бухара. Бухара это уже такой более туристический город, чем Самарканд. Возможно, когда вот, если мы подойдем к обычному человеку на улице и спросим, что вы знаете про Узбекистан, какие города, возможно, он скажет в первую очередь Самарканд. И как раз таки это неспоста, дело в том, что действительно Бухара и Самарканд являются самыми крупными и популярными городами в Узбекистане, с точки зрения туристов, дело в том, что довольно-таки просто попасть туда, летает довольно-таки большое количество дешевых самолетов. Это, например, такая уже отреставрированная крепость Бухара, которая стоит уже на месте уже разрушенной крепости. Внутри находится очередной музей за огромные деньги. Ну, а так в основном достопримечательности их можно посмотреть еще и бесплатно, надо только найти определенный способ. А так здесь также можно встретить разные медресе старинные, разные такие всякие башни есть, вот такие разные еще всякие архитектурные объекты. Есть также еще разные такие обычные улочки, которые встречаются в Бухаре, в том числе и в Самарканде, где живут обычный пролетарский народ. Они, конечно, выглядят не так, конечно, прямо суперсовременно или как-то старинно, но по ним тоже очень интересно гулять, посмотреть, как действительно живут самые обычные люди в Узбекистане. А Бухара, кстати, в отличие от Самарканда, она располагается уже буквально посреди реально пустынь, там, где песок нагревается даже до плюс 45 или даже выше, очень температура очень жаркая, и наша голова постоянно мечется и ищет какие-нибудь пространства с тенью. И как раз-таки вокруг Бухары иногда встречаются небольшие оазисы, это такие небольшие резиденции бывших разных шейхов, где они как раз-таки и остались. Вот, например, одна из них вот так выглядит. Здесь можно также по ним погулять, они очень интересны. Есть также такие разные святые места и прочие достопомечательности. В общем, рядом с Бухарой тоже есть что поделать. Есть также в Узбекистане какие-то вышеупомянутых странах, Казахстан, Киргизия, также есть железная дорога. Здесь даже представлены такие интересные современные поезда европейские. Но, правда, железная дорога, конкретно на ней мы в этот раз не прикатились, а так, конечно, было бы довольно интересно по ней тоже покататься. Вот так мы посмотрели Узбекистан. Я напомню, что мы, получается, въехали в восточную часть Узбекистана, город Адинджан, посетили Коканд, доехали до города Ташкента, самого крупного и самого интересного, наверное, города всей Средней Азии, посетили Самарканд, Бухара. И сейчас мы вернулись обратно в Самарканд и направляемся в следующую страну, Таджикистан. Наш план был таков, чтобы добраться до самого северного города Хухуджанта и там использовать этот город непосредственно как базу для изучения всей страны. И как раз мы въезжаем в Таджикистан, что было удобно просто. Пограничник даже особо не смотрел мой паспорт, почти сразу поставил штампики вообще без каких-то помех. Здесь уже страна такая более азиатская. Это уже менее похоже на нашу Россию, на города Казань, Чистополь. Вот, поэтому здесь все изменяется. Вот, например, базар есть, везде висят таджирские флаги. А вот этот персонаж, вы, возможно, его не знаете. Это, например, президент Таджикистана Эмамали Рахмон. У него, кстати, очень интересная биография. Ему около 70 лет, он правит страной уже с 1993 года. И у него официальный статус – президент Таджикистана, основатель мира, лидер нации и великий мудрец. Ну и прочие разные статусы тоже. Также почти во всех городах висят его разные цитаты, всякие его поручения, всякие анонсы. Дальше мы продолжили свой путь с помощью автостопа. Здесь уже меньше появляется разных тасистов, а народ подбирает нас даже чаще. Все же для таких, для жителей Таджикистана, мы как туристы, особенно иностранные, являются большой экзотикой. Вот. И мы как раз и направляемся вглубь страны. И здесь уже не Узбекистан, страна уже не плоская, страна имеет горы, и поэтому температура у нас уже не такая уж сильно высокая. Вот такие, есть разные горные такие долины, по которым мы поднимаемся вверх автостопом. Здесь в основном ездят разные фуры, и водители которых являются даже настоящими героями, потому что там нету каких-то стандартных, как у нас обычно бывает, отбойников, всяких прочих, всяких элементов на дороге. Там просто гравийка идет вверх, и даже так думаешь, не свалимся ли мы вниз или нет. Чтобы разместиться в городе Худжанзе, мы задумались создать отдельный проект «Дом хороших людей». Это когда мы, отдельные люди, организуем, берем абсолютно любой город мира, и организуем, арендуем там дом, и как раз приглашаем туда других путешественников, друзей тоже. И мы как раз обратились за этой просьбой в местные паблики Фейсбука. Мы искали людей, которые сдают квартиры, и мы даже нашли несколько вариантов, и даже некоторые люди нам даже предлагали квартиры бесплатно, что да, он таки интересный. И мы как раз выбрали один дом, который нам помогла снять хорошая женщина-фаренгиз. И мы как раз использовали этот дом как базу. Также к нам в течение месяца, как этот дом функционировал, нам приезжали разные наши друзья, товарищи, и мы вместе также лазили по местным горам, ездили в разные интересные маршруты, точки в этой стране, Таджикистане. Обычно здесь также имеется рядом еще автовокзал, где мы даже встретили самые такие, даже не самые свежие такие автобусы. Если у нас тут показания уходят, такие уже современные электрообусы, тут еще такие автобусы советских годов ходят, и они действительно еще разводят людей из одного кишлака в другой. А это, например, памятник местному герою, только это не такой герой, как был в Узбекистане, это герой Самани. Это, по сути дела, такой тоже аналог, а-ля как наш Иван Грозный, который тоже является, жил очень давно, был великим правителем, тоже можно его считать как одним из основателей национальностей и языка таджикского. И как раз-таки за последние 30 лет обычно вместо привычного нашего Ленина дедушки ставят именно его памятники. Есть также в Ухуджанзе, как и, например, в Алма-Ате, также есть своя канатная дорога. Правда, она ходит в таком непонятном режиме, если там приходит какой-то интересный турист, который хочет на ней прокататься, то она работает. А потом она перестает работать и ждет еще одного, даже одного или двух туристов, и вся эта машина снова запускается. Она краски проложена через местную речку Сырдаря, которая вытекает из Ферганской долины, по которой мы уже ездили. Также есть еще старинная крепость, которая построена уже, к сожалению, на месте утерянной древней крепости. К сожалению, почему-то власти города сносят старую крепость и строены ее на древних кирпичах уже новые. Здесь, например, находится музей, и здесь старые кирпичи, они, к сожалению, уже ломаются. Есть разные другие еще рынки попадаются. Вот, например, тут еще прям все эти арбузы, дыни, всякие другие фрукты пососуют прямо в автомобилях таким интересным способом. В общем, фруктов здесь очень много. Потом мы начали делать также радиальные маршруты по Худжанту и из него. Мы, например, посетили один из таких интересных городов Таджикистана. Город называется Истиклол, что в переводе с таджикской обозначает независимость. Название очень такое патриотическое, правда, сам город находится в таком весьма печальном состоянии. Здесь находятся разные такие заброшенные дома. Раньше город занимался угледобычей, как, например, город Акараганда. Но когда развалился Советский Союз, российские, украинские, белорусские специалисты оттуда уехали, а таджики остались с производства, но не умели как это все перерабатывать. А потом мы переместились в такой забавный город Исфара, где в центре города находится такой памятник Яблоку. И зачем мы сюда приехали? Для того, что дальше поехали в анклав Варух, который находится, получается, не внутри самого Таджикистана, а находится, так скажем, внутри Киргизии. То есть такой маленький остров Таджикистана, внутри Киргизии. Чтобы туда добраться, нужно, по идее, делать, ну, как мы обычно привыкли думать, что надо выезжать в страну, потом из нее выезжать, потом снова въезжать и делать все эти процедуры. Но конкретно в нашем случае такого не было. Каких-то пограничников там не было. Этот анклав Варух, который находится внутри Киргизии, он сообщается с городом и с Фаворой обычным общественным транспортом, на котором мы сели и благополучно оказались внутри. Здесь, конечно, жизнь уже намного отличается от других городов Худжанда. Здесь, если ты, допустим, у тебя в Донке много денег, ты передвигаешься, допустим, на авто, на своей машине. Если у тебя, допустим, средний доход, то ты имеешь целый мотоцикл, можешь на нем разъезжать по этому анклаву. Если у тебя денег не очень много, то ты можешь купить себе ишака. А если денег вообще нет, то у тебя ничего нет. Вот, все очень просто. А сейчас мы еще внутри Таджикистана решили сделать еще одно такое небольшое путешествие, тоже направленное вглубь страны, чтобы изучить, как живет обычный народ. Мы решили избрать одну из долин, чтобы туда устремиться автостопом и посмотреть, как вообще живет народ. Мы выбрали Зиравшанскую долину, которая располагается в центре страны. Мы туда поехали автостопом, и нам останавливаются самые разные автомобили. Обычно мы привыкли, что у нас, по крайней мере, в России, где у нас люди боятся холода, голода или контактного провода, мы перемещаемся внутри автомобилей, и в основном у нас подвозят легковые машины. А там у нас подводят самые разные. Вот, например, мы едем на грузовике, разъезжаем по этим дорогам. Вот так, например, выглядит дорога. Это, конечно, не трасса М7, но в принципе, что имеем, то имеем. Вот такая небольшая грунтовая дорога, без разных отбойников, а это протекает река Зиравшан, окруженная со всех сторон такими горами. По пути у нас встречаются разные кишлаки. Сначала очень крупные, ну а с каждым километром, как мы подвигаемся вверх, кишлаки становятся все меньше, меньше и меньше. Но чем дальше мы вглубь передвигаемся, тем даже интереснее ездить, потому что народ уже немного другой становится. Вот, например, нам даже встречаются такие интересные дома. Это, конечно, не жилой дом, это такое подобие хлеба местного. А так вот выставлено из камней, из глины. А обычно дома в основном из бетона сделаны. Ну а потом, когда машина у нас кончается, мы уже стоим на ноги и начинаем идти, пересекая разные такие долины из кишлака в кишлак, и так вот начали перемещаться. Вот, например, нам даже встречаются такие древние автомобили, наверное, еще во времен Второй мировой. Ну а возможно она еще даже работает и функционирует. Вот, даже такие интересные автомобили встречаются. Потом, когда у нас уже кишлаки постепенно заканчиваются, и у нас уже остаются такие в основном фермеры, которые занимаются перевозкой разной пшена, разных прочих продуктов, и дальше у нас остаются только последние дома, а дальше они и вовсе исчезают. Снега там даже встречается, даже летом. А эта река Зировшан уже идет, она истекает из ледника. И добравшись до самой вершины, мы начинаем постепенно уже ехать назад, то есть спускаться вниз. Это, кстати, такое небольшое подобие магазина. Кстати, вот еще интересный факт из жизни Зировшанской долины. Один раз нас к себе пригласил местный метеоролог, который там работает уже около 30 лет. И как он нам рассказывал, то что интернет вообще во всей этой долине, по крайней мере до его дома, дошел буквально недавно, буквально 5 лет назад. И то есть все прочие блага по типу электричества, интернета тоже дошли очень поздно. И он до этого времени передавал все метеосводки в главный центр Душамбе, с помощью телеграфа. Мы вот нас сначала пригласили на первую свадьбу, при этом сказали, что ну да, там все будет быстро, буквально там 1 час, 2 часа, вот, а все же вы являетесь путешественниками, а для нас, для жителей обычной Зировшанской долины это прям экзотика, вы будете прям настоящим украшением нашей свадьбы. И все эти 2 часа постепенно начали превращаться в 5 часов, и нас потом засосало даже на вторую свадьбу, которая проходила в соседнем кишлаке. В общем, нас так вот постоянно вортило, и мы все же оттуда как-то смогли выбраться. Вот, а так, конечно, спасибо за все это. Вот, здесь даже готовят основной блюдоплов, который здесь готовит в таких больших казанах, прямо на всю свадьбу, и еды там даже больше, чем людей. Поэтому бывает даже так интересно. К этому моменту уже подходил конец августа. Мои друзья, коллеги Антон Кротов и другие мои попутчики хотели поехать в дальнейшем в автостром в Афганистан через какое-то время, а мне, как рядовому школьнику, надо было возвращаться обратно к себе в Москву. И перед тем, как отправиться в путь, я подумал, что надо заехать еще в столицу Таджикистана, в город Душамбе, чтобы посмотреть не только какие-то периферийные города, но и в том числе столицу тоже. Это, например, главная такая площадь Таджикистана с таким интересным короной, такой столб с короной, который построили недавно. Здесь обычно проходят такие разные празднования по типу Дня Независимости Таджикистана, которые празднуются, как у нас в один день скрестить Пара Победы, Новый год, 9 мая и там еще что-то. И, в принципе, здесь довольно-таки большие празднования и проходят. Вот такой у меня получился маршрут по Таджикистану. Очень много разных избилистых маршрутов. В основном я доехал, получается, сначала до города Худжанда, делал разные вылазки туда-обратно. Вот, во-первых, Анклав Варук я туда ездил. Вот, например, здесь Равшанская долина, по которой я ездил целых 5 дней. И теперь я возвращаюсь обратно через Узбекистан и Казахстан. И обычно, как это обычно бывает и при планировании путешествий, мы заранее ищем нашли в гостях у местных жителей. Но иногда приходится искать его на месте, особенно, когда мы имеем дело с деревнями, когда у нас нету крупных городов, и найти какие-то связи очень трудно. И как раз и здесь мне надо было преодолеть около 2000 километров степей Казахстана, и надо было где-то ночевать. А из городов там был только Аральск и все, где я тоже не смог ничего найти. И я вспомнил, что можно переночевать свободно на пожарных станциях, что я и сделал. Это, в принципе, очень такой простой и хороший метод, потому что пожарные станции работают круглосуточно. Сами пожары, конечно, явление очень такое опасное, но редкое. Из-за чего пожарники в основном сидят, там карты играют, пьючаи, а тут какой-то путешественник. Вау, надо его приютить. Вот, и как раз-таки два раза я ночевал в гостях у пожарников, которые, спасибо большое, что приютили меня в Казахские степя. А вообще дорога выглядит вот так вот, то есть здесь даже нет никаких деревьев, кустов, такие бескрайние поля, пустыни, и только одно разнообразие вводит в глаз, это разные автомобили, бывают то синие, то белые, то зеленые, по-разному бывает. Вот, и мы приезжаем в один из таких городов, который называется Аральск, как я и сказал раньше. Может быть, кто-то знает по названию, что Аральск, как я легко догадаться, находится на берегу бывшего Аральского моря. Почему бывшего? Потому что вода из него утекла уже, как, наверное, лет 30 или 40, за счет того, что основные источники воды, какими являлись реки Сыр-Дарья и Амур-Дарья, в основном весь водоток ушел на орошение разных полей, из-за чего мы получили довольно-таки большое количество хлопка, пшеницы и прочих разных благ, но воды стало попадать меньше в само море, из-за чего оно начало мелеть, и теперь, по крайней мере, в районе Аральска мы можем наблюдать не огромные такие бескрайние водные просторы, а такие небольшие лужицы, где даже рыба не водится. Вот, например, вот так выглядит порт, который уже, наверное, никогда в жизни не заработает, и эти краны-таки останутся ржавыми навеки. Вот, посмотрели город Аральск, я переместился в город Акштюбинск, который находится недалеко от границы, и как раз направил в свой взор в сторону границы с Российской Федерацией, ее довольно-таки просто прошел, и очутился уже на Российской земле, в Оренбургской области. Доехал до города Оренбурга, погулял по этому новому городу, он, кстати, довольно-таки интересный, может кто-то не знает, может его считают довольно-таки скучно, но не знаю, в целом центр города тут довольно-таки любопытный. Вот, погулял по разным бульварам, это, например, река Урал, которая протекала в городе Уральске, в котором мы были в начале пути, и считается такой формальной границей между Европой и Азией. Вот, я ее пересек, и теперь можно формально считать, что я выехал окончательно из Азии. Дальше был небольшой маршрут через города Казань, в том числе, Нижний Новгород, и я так вот добрался 1 сентября в город Москву. В общей сложности я это все путешествие провел за 75 дней, посетил, получается, 4 страны, это Казахстан, Киргизия, Узбекистан и Таджикистан. Если кому интересно, то я потратил за все это путешествие всего около 20 тысяч рублей. Почему так мало, спросите вы? Дело в том, что так получилось чисто из моего опыта, что я перемещался в основном автостопом, где-то подъезжал даже на общественном транспорте, но благо, как я сказал, в определенных странах он стоит в целом даже ниже, чем в России, то есть какие-нибудь там автобусы, железные дороги, они дешевле. И в основном за счет того, что я ночевал в гостях у местных жителей, у меня в основном не было, получается, каких-то либо расходов по жилью. Вот так вот. Что я могу вообще подвести, какие итоги по Средней Азии? Я хочу вам сказать, что Средняя Азия – это один из самых близких, дешевых и доступных, и довольно-таки простых для освоения к нам регионов мира. Средняя Азия – это один из самых близких. 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 Средняя Азия –